Доброе утро! Потому что в ближайшее время есть предложение приравнять электронные сигареты к настоящим, и все те ограничения, которые существуют на курении обычных сигарет, будут распространены и на электронные. Я за обеими руками, потому что я считаю, это просто, вот, некурящим людям. Надо все-таки разобраться в этом вопросе, поэтому разговор с экспертом буквально через несколько секунд, а пока посмотрите, что еще мы вам приготовили. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При том, что нет никаких исследований, насколько вредны эти сигареты, и насколько они, ну, скажем так, хуже или лучше настоящие. Ну, совершенно правильно то, что предлагают запретить, потому что все то, что содержит никотин, это потенциально опасно. Независимо от того, как никотин поступает в организм, он вызывает зависимость, и он вызывает различные серьезные заболевания, которые укорачивают жизнь человека. То есть, прежде всего, Виталий Иванович, это доказано, что электронные сигареты тоже вредны? Доказано, что вреден никотин, независимо от того, как он поступает. Повторюсь, потому что можно курить трубку, можно жевать табак, можно нюхать. Все равно будет зависимость, будет болезнь. А вот зачастую электронные сигареты люди начинают курить, когда пытаются, ну, собственно, бросить курить. А нет в этом вот какой-то психологической, ну, зависимости, что ли? Ты же все равно куришь. И каким образом можно бросить курить, если ты продолжаешь курить, и ты понимаешь это, даже если, может быть, подсознать? На самом деле, это просто переход от одного вида употребления к другому. И на самом деле, вредоносность вот электронных сигарет, она, конечно, малоизучена, хотя уже какие-то наработки есть. И понятно, что это все не так безобидно, потому что, так сказать, никотин, как я уже сказал, он сам по себе опасен. Потом те вещества, которые входят в состав электронных сигарет, они также представляют опасность. И то, что возможно самому подбирать состав картриджей, это также говорит о потенциальной опасности. Да не только потенциальной, мы же знаем, что в той же Америке достаточно количества отравлений при курении вот таких сигарет. Виталий Иванович, а пассивное курение очень хорошо известно, изучено, что от обычных сигарет это действительно колоссальный вред для окружающих. А электронные сигареты? Пока, к сожалению, нет данных. Но, наверное, это идет не на пользу и окружающим. Может, не в той степени, что и, так сказать, обычные сигареты, потому что, ну, все-таки, так скажем, распространение дыма и пара имеет разную, так сказать, область, разный объем. Но, тем не менее, на пользу точно не идет. Смотрите, как интересно. Исследований нет, да, ни насколько вредны, ни насколько пассивны. То есть, в принципе, об электронных сигаретах, по большому счету, мало что известно. Но при этом их активно запустили в оборот, и люди курят. Вы сказали, что есть какие-то наработки уже, что о них становится что-то известно. Ну и как, насколько это угрожающе? Я имел в виду, по поводу, так сказать, пассивного курения, к сожалению, такого нет. Данных убедительных нет, исследования не проводились. Но это вредно, как минимум, хотя бы потому, что это происходит на глазах у всех, на глазах у детей, которые, так сказать, привыкают к тому, что это возможно, что это безвредно. И, соответственно, в дальнейшем, так сказать, могут пополнить и пополнят армию многомиллионную курильщиков. А вот смотрите, британские ученые утверждают, что электронные сигареты на 95% менее вредны для здоровья, чем настоящие. Вот вы, как российские ученые, разделяете такое? Нет, мы это не разделяем, это не может быть, потому что, хотя бы по той простой причине, что никотин, он не может быть безвредным. Понимаете, это вещество, которое вызывает, помимо тяжелейшей зависимости, что само по себе очень сильно отражается на качестве жизни. Но, помимо этого, никотин вызывает очень серьезные заболевания. Это онкологические заболевания, это заболевания сердца и сосудов, которые, ведь всем известна такая, ну, многие, во всяком случае, достаточно такая популярная истина о том, что курение убивает больше, чем алкоголизм, наркомания, суицидальные попытки и дорожно-транспортные происшествия вместе взятые. Слушайте, Виталий Иванович, но сейчас готовится очередной запрет. Запреты помогают людям бросить курить? Продуманные запреты, они, конечно, помогают. Если это делается бездумно, тогда это только вредит. Но постепенные запреты, которые сужают вот это поле, где комфортно себя чувствует курильщик, понимаете, это, конечно, нужно. Ну да, вот сократили количество курилок, допустим, в помещениях. Рекламу убрали вообще. Где-нибудь на улице, там, зимой, да, из пятого этажа на первый. Я реально знаю, что многие стали меньше курить. Не отказались, но значительно меньше стали. И потом, я думаю, что играет роль то, что ушли изображения, если вспомнить, там, 10-15 лет назад, да, реклама, скажем, тех же табачных изделий могла появляться практически везде. А сегодня просто глаз не увидит. Это, в этом, наверное, есть плюс. Спасибо большое, да. Если бы еще убрать с большого экрана вообще сигареты, понимаете, в художественных фильмах и в передачах, тогда было просто замечательно.